Больницы в Беларуси продолжают возвращаться к обычному режиму работы. Этому способствует и стабилизация обстановки с коронавирусом. Медики отмечают уменьшение пациентов с COVID-19. Так, например, в Брестской областной клинической больнице из Красной зоны вышли уже 6 из 8 отделений. Из Бреста Мария Тройнич. Гематологическое отделение принимало пациентов, инфицированных ковидной инфекцией. Здесь был шлюз, который был доработан за счет того, что был поставлен антисептик и кварцевая лампа. Гематологическое отделение Брестской областной клинической больницы возвращается к нормальной работе. Красная зона снова стала зеленой. Еще несколько недель назад в этих палатах лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Были заняты все 40 коек. К такой ситуации врачи оказались готовы. По проекту в отделении есть закрытые боксы и кислородные консоли. Все необходимое для того, чтобы оказывать помощь даже тяжелым пациентам. Учетом всех требований, в том числе под контролем нашего эпидемиолога, была проведена дезинфекция с привлечением санитарно-эпидемиологической службы, с обработкой из инфекции всего отделения соответствующими растворами. На штатный режим работы перешли еще 5 отделений больницы и уже оказывают помощь по своему профилю. Основная нагрузка по борьбе с коронавирусом лежит на инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы. Территория закрыта и попасть сюда можно только по спецпропускам. Отделение разделено на корпуса, которые состоят из боксов. В каждом боксе есть несколько кислородных точек. Чтобы бесперебойно обеспечивать пациентов кислородом, на территории больницы оборудовали целую фабрику. Так медики называют кислородный концентратор. Станция находится в отдельном здании. Там установлены модули, которые делают кислород из воздуха. Мощности концентратора хватает, чтобы обеспечить всю больницу. Благодаря станции учреждение не зависит от внешних поставок кислорода. Еще техника упрощает работу персоналу, которому не нужно перевозить тяжелые баллоны. Весь кислород подается в отделение под землей. Система работает круглосуточно и почти в автономном режиме. При дыхании кислородом мы насыщаем кровь кислородом, что дает свой положительный эффект в лечении таких пациентов, которые испытывают кислородное голодание при этой патологии. На сегодняшний день у нас в наличии все медицинские препараты, которые необходимы для лечения таких пациентов. И мы не испытываем никакой потребности в чем-то еще. Как отмечают медики, у второй волны коронавируса есть свои особенности. Стало больше пациентов с тяжелым течением болезни. Мы сегодня буквально анализировали количество пациентов. Примерно сегодня 36-38% пациентов от пика пациентов, которые были во второй волну. На сегодня развернуто 120 коек в инфекционных отделениях. То есть практически мы постепенно перешли на плановую работу. Из красной зоны поэтапно выводили и Шумилинскую районную больницу, исходя из эпидситуации в регионе. Уже неделю врачи, медсестры, санитары работают в привычном ритме. Все койки в отделениях для профильных пациентов. Все отделения начали функционировать в своем плановом штатном режиме. Открылись госпитализации для пациентов. Не только мы, но и пациенты ждали плановых госпитализаций для того, чтобы продолжить свое лечение. Мы смотрели за количеством поступающих пациентов и принимали решение о выводе некоторых отделений. Первый опыт борьбы с коронавирусом в Шумилино получили еще в апреле прошлого года, когда о болезни было известно немного. Ко второй волне было время подготовиться. Медики были полностью обеспечены СИЗами, а пациенты – лекарствами. Пациенты относились к нам с пониманием, понимали ситуацию, в каком отделении находится, что от них требуется. Мы справились, отработали на все сто процентов. По словам врачей, расслабляться еще рано, ведь впереди прогнозируемый сезонный подъем острых респираторных заболеваний. Поэтому к масочному режиму правилам гигиены и дистанцированию нужно относиться также ответственно. Всем без исключения.